12 сентября 2023 года мы отправимся в увлекательное путешествие по столице украины по городу киеву приготовьтесь к невероятным виртуальным приключениям в самом сердце украины итак пристегните ремни безопасности мы отправляемся в виртуальное путешествие мы проедем на автомобиле по лесному массиву киева посмотрим на архитектуру и достопримечательности этого массива мы посмотрим на современную жизнь города мы надеемся что из наших путешествий вы сможете узнать больше о районах и массивах киева спасибо вам за то что путешествуете вместе с нами давайте вместе сделаем каждое путешествие незабываемым мы очень благодарны за вашу поддержку ставьте лайк оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал наши приключения только начинаются этот участок дороги часто бывает перегружен транспортом здесь всегда высокая автомобильная активность и дороги часто забиваются автомобильными пробками однако сегодня нам повезло на дороге не так много транспорта проезжая мимо светофора мы въезжаем в лесной массив нашу цель и место путешествия этот жилой район расположен в деснянском районе киева на левом берегу днепра название лесной массив он получил благодаря своему расположению рядом с сосновым лесом сегодня у нас уникальная возможность исследовать этот живописный район погрузиться в его атмосферу и узнать больше о его интересных особенностях давайте продолжим наше путешествие и рассмотрим лесной массив поближе этот широкий проспект окружают многоэтажные жилые дома строительство которых началось еще в конце 60-х годов прошлого века массив был заложен и застроен всего за восемь лет начавшись в 1967 году стройка этого района завершилась в 1975 году эти многоэтажные дома окружающие проспект являются свидетельством быстрого развития и роста города в тот период массив разделен на 9 микрорайонов которые ограничены бульварами и магистралями 8 из них имеют прямоугольную форму обладая четкими геометрическими очертаниями в то время как девятый район выделяется своим криволинейным контуром прямые дороги и улицы проложенные по прямым линиям обеспечивают удобную навигацию в этом районе они позволяют легко ориентироваться и перемещаться по району делая путешествие по нему еще более приятным и удобным каждый из девяти микрорайонов лесного массива застроен типовыми жилыми домами разной этажности 5 9 и 16 этажными здесь также много мало семейных домов что придает району разнообразие в жилищной инфраструктуре в советское время в 60-х и 70-х годах прошлого века на лесном массиве квартиры получали в основном рабочие заводов которые располагались рядом сегодня лесной массив остается привлекательным местом для проживания здесь можно недорого снять квартиру что особенно привлекательно для иногородних студентов и молодых семей он считается одним из самых дешевых районов киева как по стоимости аренды квадратных метров так и по покупке жилья на данный момент население лесного массива составляет примерно 87 тысяч человек на севере и востоке лесного массива простираются сосновые леса создавая неповторимую природную обстановку сосновый лес который окружает район стал настоящим райским местом для любителей активного отдыха здесь можно насладиться лыжными трассами беговыми дорожками велосипедными маршрутами и живописными тропами для пеших прогулок один из больших плюсов лесного массива это близость природы выйдя за порог своего дома и перейдя дорогу вы попадаете в красивый сосновый лес это идеальное место для отдыха релаксации и насыщенного времени на свежем воздухе благодаря этой природной красоте лесной массив привлекает тех кто ценит гармонию между городской жизнью и природой местный лес предоставляет богатство природных ресурсов которые местные жители ценят и берегут вы можете увидеть справа по движению прямо у дороги начинается густой сосновый лес он создает идеальное условие для сбора грибов и ягод местные жители обычно ждут грибной сезон с нетерпением это время когда они могут насладиться природой и собрать вкусные дары леса грибы такие как белые подосиновики и опята а также ягоды включая чернику землянику и голубику часто становятся целью их походов лесной массив долгое время был спокойным и живописным уголком киева однако одна из его улиц вызывает и сегодня страх и тревогу у местных жителей улица милютенко осталась в памяти местных жителей благодаря дому номер 23 а который приобрел мрачную известность как дом убийца в 2010 году институт микробиологии и вирусологии подтвердил что данный дом представляет серьезную опасность для здоровья людей в течение восьми лет 68 человек умерли от заболеваний вызванных патогенными грибками которые обитали внутри дома и хотя снаружи это здание выглядит вполне сносно основная опасность находится внутри дома его стены облюбовали опасные виды грибка научные исследования выявили наличие 39 видов патогенных грибков внутри дома которые могли вызывать онкологические заболевания гепатит и туберкулез кроме того уровень концентрации токсинов в воздухе этого дома превышал норму в 13 раз в этом пятиэтажном общежитии проживало 350 человек дом построили в начале 60-х годов прошлого века для сотрудников завода химволокно однако уже в начале нулевых у местных жильцов начались серьезные проблемы со здоровьем в начале стены дома покрылись опасным грибком а само здание начало разрушаться часть конструкции одного из балконов обвалилась а внутри подъездов начала отпадать штукатурка в парадных стоял неприятный невыносимый запах жильцы дома просили не дотрагиваться до стен на них сплошной грибок и ползают насекомые этот случай также вызвал серьезную реакцию общества и власти после обнаружения опасности в доме номер 23 были предприняты меры по эвакуации и временном переселении жителей чтобы предотвратить дополнительные случаи заболеваний была начата серьезная дезинфекция и ремонтные работы направленные на ликвидацию источников грибковых инфекций весь этот ужас стал серьезным предупреждением о необходимости тщательного мониторинга и обеспечения безопасности жилья несомненно дом номер 23 на улице милютенко остается мрачным напоминанием о важности поддержания экологической безопасности и качества жилья для здоровья человека на этой улице в настоящее время проводится капитальный ремонт дороги мы постараемся проехать через этот участок аккуратно чтобы не создавать лишних неудобств и соблюдать безопасность движения мы проезжаем мимо одной из удивительных достопримечательностей этого района легендарного парка киота этот парк является настоящей жемчужиной лесного массива в парке киота можно найти уникальные элементы такие как сад камней и 5-метровая гранитная буддийская ступа многие жители верят что это гранитное сооружение возвышающиеся над парком обладает особыми благотворными свойствами и оказывает положительное воздействие на окружающую местность в парке удивительная атмосфера справа от парка киота напротив парка располагается известный государственный торгово-экономический университет этот университет славится своими выдающимися программами в области экономики торговли и бизнеса он привлекает студентов со всей страны своей академической репутацией и качеством образования кроме того расположение университета напротив парка киота делает его окружение особенно приятным для учащихся студенты и преподаватели могут наслаждаться красивой природой парка и спокойной атмосферой атмосфера в парке киота действительно не похожа на обыденную атмосферу современного столичного парка здесь царит особенное спокойствие и гармония и посетители могут насладиться уединением и красотой этого уникального места этот парк является оазисом в городской суете и местом где можно забыть о повседневных заботах путешествуя на автомобиле по улицам киева вы можете оценить состояние асфальтных дорог в этом районе города дороге обычно находятся в хорошем состоянии с яркой дорожной разметкой и ровным асфальтным покрытием однако с началом войны в украине когда российские войска вторглись на территорию страны некоторые участки дорог подверглись небольшим повреждениям в основном из-за ракетных атак по городу в некоторых местах на дорогах можно заметить работы по ремонту местные власти активно работают над восстановлением и ремонтом дорожного покрытия после ракетных ударов и атак дронов это важная задача для обеспечения безопасности движения и комфорта горожан к счастью уровень обслуживания дорог в киеве по-прежнему остается на достаточно высоком уровне и множество улиц и дорог подвергаются регулярному обслуживанию и ремонту в последнее время количество ракетных ударов по киеву значительно снизилась благодаря современным системам противовоздушной обороны пво которые предоставили страны партнеры эти системы играют важную роль в обеспечении безопасности жителей и все украинцы глубоко благодарны за эту поддержку это содействует сохранению мира и стабильности столицы украины и весь украинский народ выражает свою признательность за эту важную поддержку в бывшем советском союзе включая советскую украину система жилищного обеспечения была у уникальной и сильно отличалась от системы в многих других странах в ссср существовало масштабное государственное строительство жилья государство финансировала и контролировала процесс строительства многоквартирных домов чтобы обеспечить население жильем жилье выдавалось гражданам в соответствии с государственными квотами и приоритетами первоочередность отдавалась семьям у которых не было собственного жилья молодым семьям ветеранам второй мировой войны героем труда для большинства людей в советское время получение жилья означало бесплатное или очень недорогое предоставление квартиры по сути квартира считалась государственной собственностью и жители платили символические коммунальные платежи семьи которые получали жилье становились нанимателями и имели право проживать в этой квартире до конца своей жизни или до переезда в другой город по службе но продать свою квартиру они не имели права но несмотря на масштабное строительство существовал дефицит жилья особенно в больших городах это приводило к долгим очередям на получение квартир и к тому что жители часто оставались жить в коммуналках коммунальных квартирах с общими кухнями и санузлами или в маленьких квартирах где не всегда хватало места для всех членов семьи многие люди получившие квартиры в советское время до сих пор оценивают эту возможность так как это позволило им иметь собственное жилье и стабильность в жизни в целом советская система жилищного обеспечения была частью социалистической модели при которой государство старалась обеспечить основные потребности граждан включая жилье сегодня эта система и жилые дома построенные в тот период является частью истории распределение жилья советское время было сложной и контролируемой системой которая имела как положительные так и отрицательные стороны напишите в комментариях к этому видео о том что вы думаете о распределении жилья в советское время тот кто жил в тот период может вспомнить долгие очереди отсутствие выбора бюрократию и коррупцию для получения жилья часто приходилось ждать многие годы иногда десятилетиями из-за дефицита доступного жилья это создавало огромные неудобства особенно для молодых семей а сам процесс получения жилья мог быть долгим и сложным с потребностью взяток или связях что вызывало разочарование и недовольство среди людей но также важно помнить что это было особенностью и характерной чертой той эпохи и соответствовало принципам и целям советской идеологии спасибо вам за то что путешествуете вместе с нами мы очень благодарны за вашу поддержку ставьте лайк оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует...